Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Сегодня я снимаю видео, неожиданное вообще для Ютуба, потому что раньше, когда я только-только начинала выкладывать какие-то ролики на свой Ютуб-канал, вообще, в принципе, создала его, была очень актуальная тема тегов, когда заранее люди ищут в интернете какие-то теги, и там пишутся вопросы не от подписчиков, а заранее подготовленные. И я очень раньше часто снимала такие видео, и поняла, что сейчас никто из блогеров в последнее время не снимает такие видео, и я поняла, что это нужно исправлять, причём тег очень-очень интересный и называется «Мой первый раз». В этом видео вы узнаете очень много новой информации обо мне, также в этом теге будут проскальзывать вопросы, которые вы мне очень часто задаёте, особенно в моём Инстаграме, да. Пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, ник вы сейчас видите на своём экране, мне будет очень приятно, если ты подпишешься, тем более я выкладываю туда очень крутые публикации, делюсь с вами новостями, а если вы давно следите за моим каналом, то вы прекрасно знаете, что прекрасно, прекрасно, практически в каждом видео я прячу эмоджи. Сегодня я спрятала для вас три смайлика, три эмоджи, и ваша цель внимательно до конца смотреть это видео, а потом отправить мне в директ, и вы будете получать очень крутые призы, а конкретно я буду подписываться на ваши аккаунты, лайкать ваши фотографии, кидать вам сигны, видеоприветики и многое-многое другое. Ну а я, в свою очередь, буду надеяться, что вам понравится это видео, потому что я давно на самом деле хотела снять тег, и давно хотела поделиться с вами много новой информации о себе, тем более, если такие вопросы, то это видео будет вдвойне интересное. Алло! Ну что ж, мои дорогие, я желаю вам приятного просмотра, и, в принципе, мы можем начинать, не будем медлить. Первый вопрос. Общаетесь ли вы до сих пор со своей первой любовью? Нет, вообще не общаюсь, и первая любовь у меня произошла, как я говорила, в промежутке 11-12 лет, где-то так. Я вам рассказывала об этом в нескольких своих видео, потому что этот вопрос является точно часто задаваемым. Нет, со своей первой любовью я не общаюсь, но поддерживала какие-то отношения буквально полгода или год назад. Я же уже примерно два года живу в Москве, и когда я приезжала, мы виделись с этим человеком, мы с ним общались, переписывались, виделись каждый день. И потом произошла очень неприятная ситуация, когда человек очень странно со мной поступил, он занял у меня деньги, а потом просто отказывался их возвращать и сказал, что, типа, ну ты и так живешь в Москве, у тебя с деньгами все должно быть хорошо, я вообще этого поступка не поняла, потому что мы общались с ним примерно три года, и у нас были отношения, мы поддерживали хорошие связи с ним, и в принципе эта ситуация до сих пор остается непонятной для меня, потому что я не поняла, зачем так поступать. Ну, хотя он сам прекратил и прервал все общение, поэтому я желаю ему только удачи. И сейчас я вспоминаю о том, какие чувства я к нему испытывала, когда еще была маленькая, то есть мне было примерно 12-11 лет, и я понимаю, что, ну да, что это были действительно самые настоящие чувства, потому что я такое испытывала только два раза в своей жизни, и первый раз как раз-таки был вот в 12 лет. Так что мой ответ на этот вопрос — нет, я не общаюсь со своей первой любовью, вообще никак. Второй вопрос — какой был твой первый алкогольный напиток, который ты когда-либо вообще попробовала в своей жизни? Это было шампанское, и первый раз я попробовала алкоголь, по-моему, в 13 лет, и вообще ничего такого необычного я не ощутила, типа алкоголь как алкоголь, обычное легкое шампанское, типа в этом нет ничего такого супер-мега криминального, я думаю, что все уже, мои зрители когда-либо пробовали алкоголь, хотя бы один глоточек шампанского, да и мне самой было интересно вообще, как это и так далее, и в принципе вообще, ну, мне не понравилось, я вам честно скажу. Следующий вопрос — какая была твоя самая первая работа? Никакая, я еще нигде никогда не работала, не считая Ютуба. Я не могу как-то относить Ютуб к своей работе, потому что в первую очередь это мое хобби, и мне нравится этим заниматься, естественно. На Ютубе я зарабатываю деньги, но для меня это вообще далеко не на первом месте стоит, потому что если бы мне не нравилось снимать видео, то ролики бы были говняные, и мне бы они, соответственно, не нравились, мне бы было лень монтировать видео, и, соответственно, другой бы аудитории, моим зрителям бы тоже не нравились мои видео. Вообще все зависит от того, что нравится тебе этим заниматься или нет. В первую очередь, Ютуб — это мое хобби. Я не знаю, какая была моя первая работа, затрудняюсь ответить на этот вопрос, но если многие приравнивают Ютуб как к своей работе, то я могу сказать, что, наверное, Ютуб тогда, да. Следующий вопрос — кто был первый человек, который тебе сегодня написал? А вот давайте вместе и посмотрим. Ага, это была Настя Фет, и мы с ней обсуждали обработку новых фотографий, которые мы сделали к моему дню рождения. Следующий вопрос — кто был твой самый первый учитель? Это была Гончаренко Виктория Ривовна. Она обучала меня и моих одноклассников с первого класса до пятого. Потом уже все перешли не в начальную школу, и у всех предметов были абсолютно разные преподаватели, но именно эта учительница запомнилась мне надолго. Она очень добрая, она очень красивая, она очень хорошо обучает, и каждый день я ее видела на протяжении пяти лет, и за это я хочу сказать большое спасибо, потому что это действительно тот человек, который меня обучал, с которым мне было приятно проводить учебное время, приятно было слушать. И я рада, что вообще на этом свете есть такие хорошие учителя. Просто обожаю ее. Если она хотя бы как-то смотрит это видео, или какие-то ребята есть, которых она сейчас обучает, я думаю, что имя, фамилия, отчество вы уже услышали, то обязательно покажите ей это видео, и скажите от меня большое спасибо за то, что она вообще есть, и за то, что она обучала меня и подарила очень большое количество хорошего настроения. Это самый лучший учитель, серьезно вам говорю. Следующий вопрос — когда вы в первый раз полетели на самолете? Как мне сказала моя мама, перед этим я читала эти вопросы, она сказала, что в два годика мы летали в Турцию, и в принципе полет я перенесла очень хорошо. Так я вообще не помню, когда я первый раз полетела, но мама сказала, что в два годика, в два годика мы с семьей куда-то летали, по-моему, еще брали мою бабушку, которая все время таскалась со мной куда-то, и блин, я была такой пусечкой, просто маленьким ребенком, и многие вообще никуда не летают в таком раннем возрасте, но мои родители хотели вместе со мной куда-то полететь, отдохнуть, и показать вообще какие-то теплые страны, и чтобы я поняла, что есть еще отдых, скажу так, когда ты можешь круто проводить время. Ну, типа, я была маленькая, это вообще бессмысленно, что я сейчас говорю, так что в два годика первый раз я полетела на самолете. Следующий вопрос — кто был твой первый лучший друг, и общаетесь ли вы до сих пор? Да, общаемся, это моя лучшая подруга Арина, и познакомились мы в первом классе, в начальной школе, как и с этим прекрасным преподавателем, о котором я только что говорила, и мы общаемся до сих пор, несмотря на то, что я сейчас уж-ужу, проживая в Москве, мы все равно с ней созваниваемся каждый день, переписываемся каждый день, делимся новостями каждый день. И с какими бы людьми я ни общалась сейчас, проживая в Москве, я понимаю, что больше всего всей информации, всеми новостями я делюсь только с ней, и общаюсь больше всего я только с ней. Бывает даже такое, что мне становится скучно, я гуляю по торговому центру, я просто звоню ей, и хожу вот так вот по телефону, и мы с ней болтаем по фейстайму. Арина, если ты смотришь это видео, а ты смотришь, я передаю тебе большой привет и говорю, что я тебя очень сильно люблю и дорожу нашей дружбой. Это человек, который знает меня на все 100%, со всех сторон, и у нас, конечно же, бывали крупные ссоры, когда мы не общались больше года. Ребят, представляете, у нас была такая самая крупная ссора, когда мы просто один год не общались. А потом мы возобновили общение и поняли, какими дурочками мы все-таки были, когда прекратили общение. И сейчас я ее люблю просто больше всего в своей жизни, и хочу ей сказать большое тоже спасибо за все. Следующий вопрос. Где ты первый раз осталась на ночь? В начальной школе, по-моему, в третьем классе, меня отпустили впервые в жизни на ночевку как раз-таки вот к лучшей подруге Арине, с которой я общаюсь до сих пор, о которой только что говорила. Я еле как договорилась со своей мамой, чтобы она отпустила меня к Арине, и типа все было хорошо. Наши мамы познакомились, тоже общаются, поддерживают отношения нормальные. И у Арины я ночевала, я вам скажу, больше 20 раз. Это точно за всю нашу дружбу. Это был просто трэш. Оставалось иногда даже на 3-4 дня просто жила у нее, господи, человек, с которым мне действительно приятно проводить время, общаться ночью, гулять и многое-многое другое. Ну вот просто. И это как раз-таки был первый человек, у которого я осталась на ночь. Следующий вопрос. На чьей свадьбе ты была в первый раз? Как раз-таки в 12 лет, это я точно запомнила, когда у меня была первая любовь, и это была свадьба моей тети. И это было очень круто и незабываемо. Первый и последний раз я была на свадьбе, больше никакие свадьбы я не посещала. Ааа. А, нет, я вспомнила. Боже мой, как я могу это забыть? Я была еще на свадьбе своего дяди. Боже мой, и тети, и дяди, да. Только на свадьбу дяди я ходила уже после свадьбы тети. Боже мой, как все запущено, но... Следующий вопрос. Твоя первая сломанная кость. Ребят, я не хочу сейчас накаркать. Фу-фу-фу. Но я никогда в жизни себе ничего не ломала. Вообще. Абсолютно. Не было у меня никаких трещин, ни переломов. Абсолютно ничего. Просто никогда не ломала. Я надеюсь, что я не накаркаю, конечно, но я рада, что никаких переломов у меня не было. Хотя с кем бы я только не общалась у всех. Такие ситуации. Кто-то ломал руку, кто-то ломал ногу, пальцы, нос. Я не знаю, все что угодно. Но со мной такого не было. И я думаю, что это очень даже хорошо. Следующий вопрос. На него будет короткий ответ. Твой первый пирсинг. У меня проколоты уши, только сережки я не ношу. Раньше носила исключительно золото, золото, золото. Но когда я на всякие мероприятия пытаюсь надеть какие-то сережки, например, серебряные или просто бижутерию, я понимаю, что у меня уши не воспринимают ничего, кроме золота. И что у меня начинается очень сильная аллергия. У меня чешутся очень сильно уши. И я просто не могу. Я все время ношу максимум 15 минут сережки и снимаю их от того, что у меня начинается адское раздражение. То есть ношу я только золото. Это очень редко в последнее время. Мне кажется, что у меня вообще вот эти вот дырочки в ушах очень даже зажили, да. Потому что я уже очень долго не ношу сережки, да. Следующий вопрос. Первая страна за границей, в которой ты была? Ну вот как раз-таки и Турция. Я вам говорила. Два годика. Первые в жизни я побывала в Турции. И мама сказала, судя по моим эмоциям, мне очень понравилось. Это было очень круто. Я плакала и не хотела улетать обратно. Следующий вопрос. Какой был первый фильм, который ты помнишь и посмотрела? По-моему, Чарли «Шоколадная фабрика». Я с самого детства смотрю этот фильм. И могу даже включить его сейчас, после съемок этого видео. И с уверенностью вам говорю, что это просто прекрасный фильм. Что он мне нравится. Что он такой атмосферный. И что я его смотрю просто, ну хотя бы раз в неделю. С самого детства. Все уже. Я наизусть каждые слова этого фильма помню. Да, и самый лучший фильм, который я когда-либо смотрела, обязательно посмотрите, если еще его не смотрели. Вот. Чарли «Шоколадная фабрика» просто обожаю. Ну и на этом было все. Я ответила на все вопросы данного тега. Там были еще какие-то, но они вообще типа не относились к первому разу. Я поняла, что на них я отвечать не буду. Они какие-то скучные, неинтересные. Так что, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы еще не поставили лайк, то обязательно поставьте и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Потому что не подписавшись, ты пропустишь очень много всего интересного и будешь натыкаться на мои видео еще не один раз. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и никогда ничего не пропускать. Потому что очень скоро я начну снимать более интересные и очень классные видео. Не забывайте про то, что я три эмоджи для вас уже спрятала. Скорее спешите, отправляйте мне их директ в инстаграме. Скриншотами или просто эмоджи мне, без разницы. Получайте крутые призы. А я вам говорю большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Карина. До новых встреч. Пока-пока.